Здравствуйте! Мы к вам пришли. Николай Иванович Родину 90 лет. Он живет в Михайлове. О своем здоровье заботится, правильно питается, гуляет, следит за давлением и сердцебиением. Очень активен. А тут это пандемия. Коронавирусная изоляция ему порядком поднадоела. И чтобы общаться с внешним миром, он не замедлил с вакцинацией. Как только узнал о ее начале, сразу позвонил в поликлинику и записался на прививку. Я же туда в больницу. Там и все хуже. Тут хоть прививку сделала, и спокойно. А туда попадешь, давай месяц лежать, и с борьбом. Врач-терапевт Светлана Крастелева приехал к Николаю Ивановичу спустя несколько дней после того, как он сделал прививку от ковида, чтобы узнать о его самочувствии. Так что приходите на вторую. В таком возрасте не испугались, пришли на прививочку, показали всем пример. После прививки, говорю, как себя чувствуете? Нормально. Даже никакой боли ничего не было. Не страшно было? Нет. Ну вот 90 лет все-таки хороший возраст. Расскажите, что нужно для того, чтобы прожить вот столько? Ну как, особо я и не курил, во-первых. Во-вторых, ну немножко, вот не без этого. А так я каждый месяц мяту пью и взоробой, неделю, каждый месяц. Во. А так кофе я немножко, и все. А большинство я молочные употребляю. Допустим, пшенную кашу, гречевую, манку и лапшу. Мясо я мало ем, куриное. Вот моя вся эта. В войну мы жили, сами знаете. Ничего, гнев, картошку жили, сявель, конятник, лебеду. Вот это все употребляли. И ничего не болело, ничего. А сейчас, вот в таких лет уже начинались зубы, желудок. А вот мне до тех пор пока ничего, бог милого, картошку. Напоминаем, что в поликлинике проводится вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Вы можете записаться на прививку, обратившись по телефону 8 49 130 214 00 или в режиме автоматизированной записи 8 969 999 64 01 либо по номеру 122. А тем более, чем старше, тем опаснее осложнение. Поэтому правильно вы сделали, что пришли и изъявили свои желания. Вот, показали всем пример, как надо себя правильно вести и вакцинироваться. Да, теперь 21 день. Это 17 февраля. Да, 17 февраля также мы вам сделаем вторую прививку. Потом приедем, посмотрим, а ваше самочувствие проверим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...